Глава двадцать вторая. О преуспеянии. Говорится же, что Христос преуспевал премудростью и возрастом и благодатью. Евангелие от Луки, глава вторая, стих пятьдесят второй. Увеличиваясь возрастом, а через увеличение возраста, обнаруживая находившуюся в нем мудрость. А кроме того, преуспеяние людей в мудрости и благодати, и исполнение желания Отца, то есть и богопознание людей, и спасение их, считая своим собственным преуспеянием, и повсюду присваивая себе то, что было нашего. А те, которые говорят, что Он преуспевал мудростью и благодатью, принимая как бы увеличение их, полагают, что соединение произошло не с начала бытия плоти, и не почитают соединение как ипостасного, но, следуя бессмысленному неисторию, ложно рассказывают о соединении относительном и простом вселении, не разумеющие ни я же глаголят, ни о них же утверждают. Первое послание Тимофею, апостола Павла, глава первая, стих седьмой. Ибо если плоть с начала бытия истинно соединилась с Богом Словом, лучше же в нем получила бытие и возымела ипостасное с ним тождество, то каким образом она несовершенно обогатилась всякую мудростью и благодатью? Не так, что она получала участие в благодати, и не так, что по благодати причащалась того, что принадлежало Слову, но лучше по причине ипостасного соединения, когда и человеческое, и божественное сделалось собственностью единого Христа, так как один и тот же был и Бог вместе и человек, она источала миру благодать и мудрость и полноту всяких благ. Субтитры создавал DimaTorzok